Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Автоплюс, программа «Своими глазами». И сегодня мы находимся в Карловых Варах. Но, к сожалению, не для того, чтобы любоваться красотами старого городка, а для того, чтобы оттуда стартануть в другой город, где мы будем наблюдать, как наши спортсмены сражаются в чемпионате Европы по высшему пилотажу. И в нашем сегодняшнем путешествии нам поможет вот такой вот автомобиль. Мазда 6 в последнем своем обновлении в кузове «Универсал». Карловы Вары с давних пор являются европейской здравницей. В самом городе и его окрестностях находятся около 12 крупных минеральных источников, которые обладают целебными свойствами. Кстати, и само основание города, по легенде, напрямую связано с чудотворными источниками. Их обнаружил сам император Карл IV, охотясь в этих местах. И это природное чудо настолько поразило короля, что он собрал лекарей и отправился в эти края снова. Подданные Карлу IV отметили лечебные свойства воды, а многие почувствовали заряд энергии, спив из источника. Сам Карл, которого беспокоила боль в ноге, по легенде исцелился благодаря чудотворному воздействию этой воды. Он повелел основать здесь поселение, жители которого должны были оберегать чудесные воды. Сегодня население Карловых Вар составляет порядка 50 тысяч человек. Немного, не правда ли? При всем при этом количество туристов в городе просто зашкаливает. А русская речь, которая слышна на каждом шагу, по праву делает курорт по-настоящему русским. Кстати, Карловы Вары славятся еще и своими гейзерами. Ходят легенды про лечебные свойства этих гейзеров, поэтому здесь все ходят с кружками и пьют эту целебную воду. Но в зависимости от того, у кого чего болит, им прописывают определенный вид воды, которую нужно пить, чтобы полностью выздороветь. Или, как многие считают, омолодиться. На эти воды отправляют тех, кто страдает заболеваниями печени или желудка. Подобно таблеткам и микстурам врачи прописывают источники в определенных пропорциях. С самого утра туристы-пациенты выходят с кружками на лечебный променад. И индустрия давно поставлена на поток, и даже кружки здесь специальны. Вот мы и выехали из Карловых Вар. И, наверное, стоит пару слов сказать все-таки об автомобиле. Это Mazda 6 в кузове универсал. Что в ней примечательно? Примечательно то, что автомобиль с таким мотором, а именно 2,2 турбодизель, на российский рынок не поставляется. А зря. Такая машина, наверное, прижилась бы в России. Она реально экономична. Мы двигались и в городе, и за городом. И действительно, расход топлива настолько минимален. Очень удобно. И запасу хода хватает на долгое время. Но все же, когда несешься по живописным ландшафтам, совсем не обращаешь внимание на то, что представлено в салоне и под капотом автомобиля. А все чаще любуешься тем, что мелькает за окном. И тот факт, что во время передвижения за рулем Mazda 6 нас ничего не смутило и не доставило дискомфорт, говорит о многом. Свою роль здесь, конечно, играют и качественные европейские дороги. При передвижении по ним чувствуешь себя комфортно и уверенно. Вот, кстати, еще что примечательно в Чехии, это путешествие между городами, натыкаешься на такие вот парковочки. Это, значит, неспроста. Значит, здесь либо какой-то замок, либо какой-то памятник. Судя по информационной вот этой табличке, тут какой-то заповедник. Но никакой информации на русском языке нет. Поэтому пойдем сами и посмотрим. То, что сначала планировалось как пешая прогулка, обернулось в итоге дальним путешествием. Прошли мы уже, наверное, километра два-два с половиной. С учетом того, что всю дорогу двигаешься в гору. Ну, ладно, не будем капризничать, нужно дойти. Уже в Москве я еще раз не поленился и поискал всю информацию по этой башне в разных источниках. Оказывается, что таких башен было несколько. И именно та, которую посетил я, это уже отголоски 20 века. Более ранние сооружения, к сожалению, не сохранились. Насколько я понял, из источников строительство башни было завершено 2 октября 1934 года. Основное предназначение в разных справочниках указывается как наблюдательное. А местные жители именуют башню не иначе, как Гитлеровка. Однако никакой точной информации, откуда такое название, нет. Вероятно, просто эхо войны. В данный момент вся область около башни называется Красинский заповедник. В годы войны, несомненно, она была важным пунктом обороны и поэтому была частично разрушена и восстановлена только в 80-е годы прошлого века. Мы преодолели 120 ступенек и оказались на верхней сметровой площадке. Правда, полюбоваться красотами здесь нам не удалось. По весомой, жужжащей причине. Мы хотели добраться сюда, чтобы полюбоваться красотами, но тут красотами, по-моему, любуются другие обитатели. Какие-то мошки. Ну ладно, спустимся чуть ниже. Там им не очень интересно и там их реально меньше. Мы спустились на пару ступенек ниже и все равно вид открывается нереальный. Он фантастически красивый, да и воздух здесь такой, что просто неохота уходить. Но, к сожалению, мы не располагаем большим количеством времени и нам нужно двигаться дальше, ведь до соревнований осталось совсем немного времени. Достопримечательности здесь действительно на каждом шагу. И если вы надумаете все-таки путешествовать по Чехии на автомобиле, то предварительно лучше обзавестись картой с обозначением всех замков и заповедников. Вы удивитесь, что в некоторых районах плотность достопримечательностей и вовсе зашкаливает. Хотя вполне возможно, что именно мне везет на такие маршруты, но огромное скопление туристов встречается на протяжении всего пути. Вот мы уже подъезжаем к аэродрому. И сейчас можем понаблюдать за соревнованиями по высшему пилотажу. Чемпионат Европы как-никак. Да и наши ребята представлены достаточно сильным составом. Тужим принимает чемпионат Европы впервые. Как мы и планировали, мы приехали на финальную часть. А тренировки и квалификационные выступления пилотов в зачет шли на протяжении всей недели. Сам же чемпионат проходил в два этапа и состоял из классического чемпионата и чемпионата по фристайлу. В рамках классического чемпионата определялась наиболее точное выполнение фигур высшего пилотажа в трех видах программ. Квалификационный, произвольный и произвольный темный. Чтобы выиграть это соревнование, пилот должен был безошибочно выполнить ряд сложных фигур. В соревнованиях приняли участие 52 пилота из 13 стран. Но на какой же технике летают пилоты? За ответом на этот вопрос мы отправились к главному тренеру сборной команды России по самолетному спорту. Самолет для высшего пилотажа самый нагруженный, будем говорить, по конструкции самолета. Если эксплуатационные перегрузки плюс-минус 12GF, можете себе представить, что это такое. Все эти самолеты летают прямо как обычные, в перевернутом полете, вертикально вверх, вертикально вниз и даже хвостом вперед. На этих соревнованиях большинство все-таки летают на наших СУ. 19 спортсменов летают на СУ. То есть наши самолеты в почете? В почете, да. Но их становится меньше и меньше, потому что они не производятся у нас уже много лет. Я не могу понять, почему самолет лучший в мире пилотажный самолет не производится у нас. Наш самолет был изготовлен в профессиональном КБ, ОКБ Сухого. Испытаны материалы, все прошли испытания в ЦАГе. Самолет продут в Сибнеа. ОТК принимало все детали. Вплоть в советские времена еще военная приемка была этих самолетов. То есть он сделан профессионально, сделан нормально в заводе, лицензированном, сертифицированном, как сейчас говорят. Все остальные самолеты, они, ну, как называется, хоумбилд. Эта техника в воздухе творит чудеса. Правда, и пилотам приходится нелегко. Разброс перегрузок колеблется от 5G до 9G. Средние же нагрузки при выполнении фигур в районе 6-7G. Стоит отметить, что они бывают как положительными, так и отрицательными. И работа вестибулярного аппарата в таких режимах играет огромную роль. Также переносимость перегрузок у каждого человека индивидуальна. И если проводить параллель с автоспортом, то королева в лице Формулы-1 может похвастать лишь нагрузкой чуть более 4G. А перегрузки, испытываемые космонавтом при старте ракеты, понарастающе колеблются от 1 до 7G. Насколько же должен быть подготовлен человеческий организм для выполнения фигур в воздухе? И какие нужны тренировки? Из чего же сделаны эти люди? Самая лучшая подготовка к полетам и к переносимости перегрузки – это полеты. И самое лучшее – это идти от простого к сложному и постепенно наращивать нагрузку. Таким образом организм сам привыкает к перегрузкам, сам приноравливается к тому, как ему действовать. И, естественно, когда недостаточно времени для тренировки, приходится делать это ударными темпами, в общем-то, за счет того, что было наработано раньше. То есть, как бы, уже зная, что должно быть и как организм должен приспособиться. Удивительно, но все участники соревнований отлично общаются друг с другом. И со стороны может показаться, что борьбы вообще никакой нет. Люди приезжают целыми семьями, общаются и отдыхают. А сама борьба начинается, когда шасси самолета отрываются от взлетной полосы, и самолет набирает нужную высоту. Но борьба ведется скорее с самим собой техникой. Важно точное выполнение всех фигур. А за всем происходящим Земли наблюдает целая судейская коллегия. Россияне, как всегда, на высоте. В нашей сборной одни звезды. Елена Климович, Светлана Копанина, Михаил Мамистов, Александр Кротов, Анатолий Белов, Александр Гревцев, Виктор Чмаль и Олег Шполянский. Российские пилоты считались фаворитами классических соревнований, что и подтвердилось результатами выступлений. В командном зачете спортсмены завоевали первое место. В женской категории соревнований победила Елена Климович. А среди мужчин сильнейшим российским пилотом стал Михаил Мамистов, занявший второе место. Кстати, мне обошлось и без эксцесса. Так, в завершающий день один из самолетов при посадке, как говорится, клюнул носом. К счастью, при этом сам пилот не пострадал. Хотя, как отметили технические эксперты, самолет при жесткой посадке пострадал очень сильно, и восстановить его в короткие сроки не получится. Но правда, после проведения комиссии по разбору происшествия, самолеты вновь взмыли воздух, и соревнования продолжились дальше. Не стоит забывать, что авиационный спорт не только опасный, но и дорогой. И для достижения высоких результатов авиационный спорт требует не только огромного количества тренировок, но и больших спонсорских вливаний. Обслуживание, топливо, технические жидкости и профессиональная обслуга – все это недешево. Но, несмотря на это, многие летают за свои деньги. В этом случае обслуживание самолета и прочие расходы зачастую ложатся на плечи пилота. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы не только попутешествовали на Mazda 6 Universal с дизельным мотором по Карловым Варам и окрестностям этого города, но и понаблюдали за чемпионатом Европы по высшему пилотажу. Соревнования еще не закончились, я пошел смотреть, а вам говорю до свидания. КОНЕЦ